Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя. В сегодняшнем видео я хочу искренне от всей души попрощаться, нет, не с вами, а со старым интерфейсом, к которому старые игроки, да и даже не старые, но очень сильно привыкли. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чайочек или же седлайте своих коней и поехали. Вот и закончилась эпоха. Нам переделали интерфейс. И я лично буду очень сильно скучать по этим голубым рамочкам. Хотя данный интерфейс, который вы видите на экране, вовсе был не первый. Раньше он выглядел еще более по-другому и был более старым, старый, чем сейчас. Но тематика особо не менялась. Улучшалась графика, добавлялись кнопки, дизайн немножечко подтягивали. Но принцип оставался именно таким. Помню, когда-то все боялись, что Старстейву переделают интерфейс под цвет логотипа в розовый цвет. Вот тогда все очень сильно замирали на эту тему. Но оказалось, что нет. Они слегка просто его подредактировали и добавили больше детализации к мелочам. Он всегда был голубым. Как то небо, которое покрывает весь остров Юрвик. И мне будет его очень сильно не хватать. Тот интерфейс, который мы получили, он все-таки больше мобильный. И я знаю, что есть люди, которые говорят, что фу, вы не хотите принимать обновления, вы не хотите новизны, вы не хотите принимать нововведения. Нет, это не так. Я хочу. Я хочу видеть обновления этой игры дальше. Я хочу видеть разные нововведения и обновления. Но данное обновление мне не пришлось к сердцу. И уж тем более не по душе. Объясняю почему. Возможно, и многие согласятся с моим мнением. Но я его высказываю просто потому, что хочу им поделиться с вами. И сразу подчеркиваю, что это чисто мое мнение. Новый интерфейс создан был изначально для мобильной версии StarStable Online на iOS-устройство. Который в будущем или уже будет перенесен на устройство Android. В общем, для мобильной версии игры. Ну а что же ПК-версия? ПК-версия появилась впервые всех остальных. И заманивала своим дизайном, модельками, лошадками и в принципе сутью. И тем более на компьютере мы хотим видеть все детали ярче. Маленький мониторчик телефона, точнее экран, он позволяет нам видеть все, в любой части экрана. Мы видим все в самых маленьких уголках нашего телефона, где какие кнопочки, или открытие меню, или каким-либо движением. Но это и про другие игры. Здесь же, ССО, все было просто. Все было и достаточно ярко, и просто. А главное, доступно и понятно. Внизу, в левом углу, мы наблюдали окошко чата. Где можно было писать либо в скажи, в друзья, в глобальный чат, в чат группы и, конечно, клубный. Ты смайликаться, скажи, выражениями и действиями. Они, правда, тоже какое-то время менялись и выглядели не так, как сейчас. Да и выражений, насколько я помню, в какой-то момент было меньше. И все было понятно сразу. Мы видели поле, на котором отображаются сообщения, строку написания текста. Внизу, во весь монитор, была шкала с уровнем. Желтого яркого цвета. Жалко, правда, что на ней не отображалось точное количество. Нашего опыта. Но оно отображалось здесь, в виде циферки. Но к этому мы перейдем чуть позже. Здесь у нас еще показывается переход скорости на рысь, манежный, голоб и карьер. Причем раньше было еще шенкель, который мигал, когда лошадь в скором времени должна была затормозить. Возможно, вы этого не застали. Но он был. И до сих пор не понимая, почему разработчики убрали такую деталь реализма из игры. Ведь игра развивается в сторону реализма. Добавляется много разных тренировок. И такую маленькую, но важную деталь, как шенкель, они убрали уже очень давно. И почему, кстати, старые игроки постоянно прожимают кнопку вперед. Просто потому, что это привычка. От которой очень сложно избавиться. Нам добавили очень много окошек. И они уже были изменены. К примеру, раньше окошко клуба выглядело по-другому. Вы можете перейти на официальный сайт и почитать даже новость, как было добавлено данное изменение. Раньше оно было маленьким и занимало лишь середину экрана. И уж тем более, ваш персонаж не останавливался, когда вы его открывали. Я, к сожалению, не сохранила все вкладочки, менюшки старой версии клуба. Но могу лишь показать окошко с расписанием. Да-да, я успела его когда-то себе за скриншотить и сохранить. И периодически выставляю его своим ребятам в группы в качестве расписания. У Шалды-то точно иногда по нему ностальгируют. Далее у нас появилось окошко рекорды. Точнее нет. Хочу заметить, что я могу ошибаться в последовательности выхода разных новых кнопок. Но просто давайте посмотрим все. Вот так вот выглядела у нас кнопочка рекорды. Просто обычная розеточка, которая открывалась либо на нажатие кнопки, или же клавиши V. Здесь мы можем посмотреть все рекорды, кто какое место занимал, на каких гонках. Хотя я думаю, что возможно данное окошко и не изменилось. Это видео уже было снято перед обновлением. График чемпионата, информация о гонках. Дальше был список друзей. Кстати, по-моему, это единственная вещь, которая не поменялась ни капельки за все это время. Есть вкладочка игнор, ну и также друзья. Здесь мы прописывали того, кого могли добавить друзья. Но только в том случае, если этот человек в игре, и если он находится на данном сервере. Если человек онлайн, но играет на другом сервере, вам скажут, что игрок не в сети. Следующая кнопочка магазин. Уж магазин-то точно был не всегда. Когда-то у глобального магазина не существовало, и нам приходилось мотаться по всему Юрвику в поисках разных магазинов. Запоминать, какой магазин где находится, что в каждом из них продается. И хочу сказать, что я до сих пор не помню, какие вещи продаются в каком-либо магазине по Юрвику. А еще хочу заметить, что в глобальном магазине есть не все вещи, которые доступны. Поэтому советую вам иногда заглядывать в магазины, которые встречаются вам по пути во время прохождения или просто прогулок по игре. Возможно, вы найдете какой-нибудь старый предмет одежды или амуниции, который может вам понравиться. Следующая кнопка рюкзак. Рюкзак, по-моему, практически не изменился. Хотя, мне кажется, раньше он был поменьше. Изменились только иконки старкоинсов и шиллинги. И, если честно, я уже забыла, как выглядели значки, которые были раньше. Но вы тоже можете посмотреть новость на официальном сайте с этими изменениями. Ну, а также по ВКшным группам. Где-то должна была сохраниться картинка со всеми изменениями, потому что эти иконки уже меняются в третий раз. Так что, если вам интересно, можете посмотреть. Если я найду, я прикреплю сюда, как же в итоге менялись эти иконки за все эти 11 лет. Следующая вкладочка, страницы персонажей. По-моему, она ни капельки не менялась, кроме настроения и ухода за лошадью. Мне кажется, раньше тут что-то было все по-другому. Ну, и также не было пола и возраста лошади. Про персонажа ничего не сказать не могу. Но, по-моему, тут тоже что-то где-то должно было измениться. Все-таки изменения приходили очень давно, и я уже не помню, как, что, когда выглядело. Но на момент выхода нового обновления они выглядели именно так. Есть вкладочка «Репутация», где прописаны все наши репутации, причем некоторые из них даже непонятно, как качать, потому что заданий иногда вовсе может и не быть. Ну, хотя, я думаю, чудеса случаются, и есть игроки, у которых вся эта репутация прокачана до конца. Просто вам нужно постараться и выполнять ежедневные задания. Тогда вы везде сможете стать уважаемой. У лошади никаких доп. вкладочек нету. Кроме чтения породы, если вы нажмете на нее, вы сможете почитать то самое описание, которое вам доступно при покупке лошади. Так что, если вы забыли особенности вашей лошадки, можете залезть и почитать. Следующее. Вкладка «Журнал заданий». Она тоже раньше выглядела немножко по-другому. К примеру, раньше не было разделения, которое, к сожалению, сейчас вы не можете увидеть, из-за того, что у меня выполнены все сюжетные задания. Но разделения раньше отсутствовало, был просто полный список желтеньких заданий, и какой из них сюжетный, это должен был вспомнить уже сам. Поэтому желательно нужно было не запрасывать сюжетные задания, а проходить их до какого-либо момента, когда тебя просят подъехать и с кем-то поговорить. И желательно от него уже не уезжать. Вкладки ежедневные задания, соревнования, то бишь гонки, ну а также разные занятия, а то бишь уход или чистка конюшен по юрику, которая помогала нам всю жизнь зарабатывать шиллинги, чтобы покупать себе амуницию, одежду или же просто на корм лошадки. Потом была вкладочка коллекции. Очень интересная вещь, которая тоже, по-моему, была не всегда. Здесь нам показывается, сколько звезд мы смогли собрать. И, кстати, я до сих пор не понимаю, какая суть сбора, собирательства этих звезд, потому что награды, насколько я помню, нет. Количество увеличивается с каждой новой локацией. К примеру, раньше звезд было явно меньше 140. Но потом, по мере добавления разных локаций, таких как Мистфол, Деревушка Санты, по-моему, даже Хэллоуиновская локация, начали добавляться и звезды. И в будущем их будет становиться только больше. То есть у нас есть информация, где сколько звезд находится, сколько их всего должно быть, но при этом никаких наград мы за это не получаем. Так что смысла за это собирательство я не знаю. Нет, может быть, конечно, что-то и дают, но я ни разу на это не обращала внимания и не замечала. Но если вы знаете, то напишите обязательно в комментариях. Следующая вкладка – это персонажи. Здесь у нас отмечены все персонажи, с которыми мы знакомимся в игре. И по мере прохождения иногда меняются их фотографии, ну а также по мере обновления. Список, кстати, здесь не полный, я бы добавила побольше персонажей. К примеру, не особо основные, но чтобы они были. Ведь сюжет порой очень интересный, и ты забываешь, что ты делал, что проходил, с какими персонажами знакомился. Ну а к сожалению, вспомнить уже не получится. Но я надеюсь, что в будущем разработчики добавят абсолютно всех вот таких вот NPC-шных персонажей. А также по мере прохождения сюжета вам будет добавляться новая фотография и дописываться описание данного персонажа. Вот это, кстати, очень классно и интересно. То есть это как будто бы ваш дневничок, который вы ведете по мере прохождения. Далее у нас идет вкладочка «Достижения». Порой очень разные и иногда даже невыполнимые. На некоторых аккаунтах, к примеру, у меня есть некие достижения, причем очень простые, а на других аккаунтах выполнить их не получается. И непонятно почему. Потом есть коллекция паучков, фотографий токена, бабочек по сюжету, библиотечный лор-сборник, потом еще коллекция осликов, и также еще коллекция приключений Брисси. Так что это все, что есть в нашем дневничке. Ну и, конечно, базовая вкладочка, то бишь главное меню на Escape. К сожалению, сейчас отсутствует один особый звук, который раньше всегда сопровождал появление данного меню. Но вам повезло, потому что когда-то я записала этот звук отдельно от всего, специально на будущее для такого видео, и сейчас вы его услышите. Я думаю, лады пустили слезу, особенно те, кто обожал звук этого мобильного телефончика. Дальше у нас идут создатели, управление. Кстати, да, возможно, кто-то никогда не заглядывал в эту вкладку, и вообще сомневаюсь, что она изменится. Вкладка настройки. Тоже надеюсь, что она особо не поменяет свой вид с обновлением, если только рамочку. Помощь. Выглядит примерно так же, как и у управления, но отличается. И, конечно же, волшебная кнопка «Позвонить для вызова», которая всегда вытаскивает нас к себе в конюшню, в случае, если мы застряли, потерялись, ну или просто для более быстрого перемещения. Также в какой-то момент появилась кнопка «Последние новости», где нам отображают последние важные обновления. Но иногда, если честно, она подлагивает и показывает не совсем все корректно. Так что к этому можно привыкнуть. Ну а если вы нажмете на кнопочку «Посмотреть», вас перекинет на страницу новостей в браузере, где вы сможете более точно почитать, что же было добавлено в данных обновлениях. Следующая кнопка «Фоторежим». Тоже функция, которая была не всегда в Star Stable Online. Но благодаря ее добавлению, я, как и многие игроки, а я думаю, точнее все, очень радовались ее выходу. Она позволила делать классные обложки, фотографии, запечатлеть своего персонажа в разные его моменты жизни, уровнях, чтобы в будущем их пересматривать. Это было самое обожаемое обновление, которое выпускала Star Stable Online. Потому что раньше, если вы хотели сделать фотографию персонажа, вы просто скриншотили, обрезали вот так вот квадратик, приближали как могли и делали фотографию. Примерно так же и делали, в принципе, запись экрана, потому что когда-то отсутствовала кнопка «Скрыть интерфейс». Вы представляете? Такая простая функция, такая простая вещь, и то не всегда существовавшая в ССО. Представляете, как страдали те, кто записывали сериальчики? Им тоже приходилось обрезать картинку, чтобы показать отсутствие всей этой рамки. А ещё, если сейчас вы спокойно можете сказать «Да», помахать или изобразить какую-то эмоцию без всяких затруднений, то раньше, к примеру, если вы нажмёте «Счастье», то над вашей головой появлялось окошко чата, примерно такое же, как сейчас, когда вы пишете сообщение. То раньше оно было то ли жёлтеньким, то ли оранжевым, и там как раз и писались все эти эмоции. Нажимая «Счастье», над тобой появлялась ячейка с надписью «Счастье» и всем остальными эмоциями, которые ты мог бы изобразить. Это тоже была очень большая проблема для людей, которые снимают видосики или фоткают. Так что, если честно, раньше жизнь для творческих людей в Старстейбл была намного тяжелее, чем сейчас. Но, кстати, нам осталось посмотреть последнюю кнопочку на нашем экране. Это хронология сообщений. Здесь показываются все сообщения, связанные с вашим персонажем. К примеру, покормили ли вы целиком и полностью лошадь? Когда будет чемпионат? Где и во сколько? Кто зашёл, вышел из игры, пришёл в клуб, покинул клуб? И всё прочее. Тоже очень классная штучка, позволяет легко и просто понять, когда человек вышел из игры, его выкинуло, или если, наконец-то, человек, который надолго отходил от компьютера, всё-таки принял приглашение в ваш клуб. Ну, а также не позволяет теряться во времени, когда вы качаете лошадь и хотите при этом посещать абсолютно все чемпионаты в свой выходной. Так что вот такое вот вышло видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я очень старалась. Конечно, я не помню всех изменений, которые произошли с интерфейсом за все эти годы. Уже я не помню, каким оно было раньше. Остаётся только сидеть и пытаться вспоминать, ну или же просто пойти пересматривать более старые видосики. Я лично очень буду скучать по этому интерфейсу. Ведь всё-таки 6 лет практически я прожила с ним бок о бок и уже привыкла ко всем расположениям кнопок, стилю, ну а также атмосфере этого голубого неба с солнечной ячеечкой в виде шкалы опыта. Так что прощай, старый интерфейс. Я буду по тебе скучать. Я думаю, многие будут того же мнения и тоже будут тосковать по тебе каждый год. Особенно, когда будут натыкаться на старые видосики. Но, ребята, не вешайте нос. К сожалению, обновление, оно никуда не денется. Оно происходит. И это нормально. Жалко, правда, что мобильность интерфейса решили перенести в компьютерную игру. И я лично с новым интерфейсом вообще не замечаю никаких-либо кнопок. Потому что эти белые линии настолько тоненькие, что теряются на фоне Star Stable. А я не постоянно открываю какие-либо окна на кнопочки. Исключение, пожалуй, только клуб. Так что данное обновление уже прошло. А видео подходит к концу. Если вы будете тоже скучать, как и я, по старенькому интерфейсу, не забудьте написать об этом в комментарии, а также поставить лайк, как дань памяти нашему любимому интерфейсу. Ну а на этом всё. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. И до встречи в следующем видео. Я только что поняла, что не переоделась с предыдущего видео. И я голубая в цвет как раз интерфейса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова